И снова здравствуйте, это Украловая Людмила Немирия, и мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Владимир Омельченко, известный энергетический эксперт, эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Спасибо огромное, Людмила, за приглашение. Владимир, если позволите, давайте, наверное, начнем. Просто сегодня возьмем несколько тем, которые кажутся очень такими горячими и значимыми для украинцев. Наверное, начнем с украинской энергетики. И так мы уже более или менее привыкли к вот этим очередям в отключении света. Ну, практически все уже разобрались, у кого какая группа и как она работает. Существует куча телеграм-каналов, которые говорят, вот-вот-вот, сейчас включаем, сейчас выключаем. Ну, это как бы мы входим в какой-то ритм, чтобы выжить эффективно в этих условиях, выжить в энергетическом смысле, да, я имею в виду. Вот. Но давайте посмотрим, какие есть варианты. Если, например, продолжатся обстрелы, есть ли у нас возможность, если уж совсем будет критично, брать электроэнергию из Европейского Союза, ну, потому что, я так понимаю, мы входим в какую-то единую энергетическую европейскую систему. Есть ли какая-то угроза киевская гидроэлектростанция, гидроэлектростанция, и вот всё-всё, что вокруг этого, всё, что вы считаете нужным, если можно, поделитесь с нами. То есть всё комплексно, комплексно будем отвечать, и буду отвечать, или вы будете спрашивать по частям что-то? А вот как вы сочтёте нужным? Я специально спросила комплексно, потому что, возможно, вы увяжете какие-то вопросы так, как я не увязываю. У вас просто больше, в смысле, опыта. Я бы хотела более такую глубокую дискуссию. Боюсь, что, наверное, не хватит у меня таких знаний, чтобы ставить такие глубокие вопросы. Поэтому тут на вас полагаюсь. Вдруг что-то пропущу. Спасибо за доверие. Значит, ну что можно сказать? Прогнозы. Это дело неблагодарное. Притом они неблагодарны. Вдвойне стали после того, как вчера у нас освободили, освободили с занимаемой должности господина Кудрицкого. Это он возглавлял компанию «Укрэнерго». И почему тут серьезные дополнительные риски? Ну, потому что, по сути, это была единственная компания, неподконтрольная непосредственно по офису президента. Ну, напрямую. То есть эта компания была достаточно самостоятельна, управлялась через наблюдательный совет. И, на жаль, к сожалению, был обвинен пан Кудрицкий в том, что полетели ракеты и попали в его, так сказать, объекты. То есть, хотя, вроде бы, как бы он и не защитил эти объекты. Хотя это неправда. Укрэнерго в действительности, оно построило объектов для защиты инфраструктуры. Ну, это факты, говорят, если посмотреть, как проводятся тендеры на Прозоров, на других площадках. То есть он построил больше, чем все другие компании вместе взятых. Причем он построил... Притом цена этого оборудования была дешевле, чем в других компаниях. И ни одной копейки не было взято с государственного бюджета. То есть, если бы они не были построены, ситуация в энергетике была намного хуже. Кроме того, господин Кудрицкий со своей командой реализовал самый большой в Украине на сегодня евроинтеграционный инвестиционный проект. Это присоединение украинской энергетической системы к системе операторов НСОИ Европы. В 2022 году, когда была, помните, критическая ситуация, мы отсоединились, мы же работали в параллельной системе с Россией и Белоруссией. Началась война, они резко нас как бы отсоединили от своей системы и думали, что наша энергетическая система рухнет. Но она не рухнула, потому что команда Украинергонов смогла договориться, смогла подготовительную работу сделать очень эффективно. И присоединилась к системе НСОИ, мы получали значительный импорт в самые критические дни, который практически нас спас во многом от коллапса нашу энергетическую систему. Но сейчас, когда, по сути, поломана система корпоративного управления, мы видим, то я не могу сделать никакие прогнозы, потому что риски, с моей точки зрения, прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов, они сейчас стали неконтролируемыми, то есть непрогнозируемыми. Кроме того, что у нас атаки постоянные, мы же видим, какие проводятся, у нас еще добавляется дополнительный риск, это практически разрушение системы корпоративного управления в энергетике. И поэтому что-то предусмотреть, я вообще делал все свои прогнозы, честно говоря, на 90% опираясь на квалификацию и менеджмента компании «Укрэнерго». То есть, зная, ну, лично их зная, зная, у меня опыт был общения с ними и остается, да, то есть понимание, что они делают, как делают, то есть в связи с этим я четко понимал и мог делать прогнозы, да, то есть потому что было к ним большое доверие. Не только у меня, а вообще в целом у всего экспертного сообщества практически, международных партнеров, кредитных организаций, грантодателей и так дальше. То есть сейчас я ничего не могу предусмотреть, потому что вот этот очень важный фактор, менеджмент, ключевой энергетической компании, он подвис в воздухе, да, то есть если придут новые люди, ну, я бы, например, в такой ситуации, если бы меня пригласили, никогда бы не пришел работать в эту компанию в таких условиях, когда нарушается система корпоративного управления. Ну, я думаю, что кто-то придет, и кто-то, кто придет, он будет уже полностью подчинен не профессиональным каким-то своим приоритетам, а будет подчинен каким-то людям, которые как бы решают свои задачи. Владимир, если позволите, давайте тогда вернемся к этой теме. Что вы имеете в виду под разрушением корпоративного управления, и сразу же сюда вопрос, есть ли кто-то, кого уже называют на замен, ну, как фамилию, как нового главу Укрэнерго? Вы видите, понимаете, что проблема же не в Кудрицком, в имени там Кудрицкого, да, то есть, честно говоря, меня не очень волнует его судьба, отдельно, как человека Кудрицкого, да, как менеджера. Почему? Потому что человек квалифицирован, он себе найдет работу еще с большей зарплатой, чем вот тут он имел, да, больше волнует другое, что, что значит разрушена система корпоративного управления? То, что есть наблюдательный совет, он должен состоять было из семи человек, он был не полностью сформирован, всего шесть человек, а значит был нелегитимный. И поэтому обратился, значит, председатель представительства Европейского Союза в Украине к нашему правительству, непосредственно к премьер-министру, чтобы не рассматривали этот вопрос, пока не будет полностью сформирован наблюдательный совет, да. Но, несмотря на это, все равно рассмотрели и приняли решение, не обосновав его ничем. Понимаете, вот это вот и называется как бы провал корпоративного управления, когда решение принимается незаконно, когда решение принимается без никаких обоснований просто по команде с офиса президента. То есть поэтому в такой ситуации можно сказать, что никакого корпоративного управления компанией разрушено и никакого наблюдательного совета не существует как субъекта, да. То есть это просто объект манипулирования. Тогда давайте продолжим разговор о нашей украинской энергетике и начнем, наверное, с киевской тогда гидроэлектростанции. Мы помним, что и раньше говорим, мы слышали уже не раз, что гидроэлектростанции в советское время строились так, что там их нельзя, там, рассчитанные на ядерный удар и так далее. Но, к сожалению, в определенном случае, да, при истории другой гидроэлектростанции это не помогло. В этом смысле, насколько вы считаете сейчас враг, осознанно целищийся в киевскую гидроэлектростанцию, о чем не раз говорилось, да. Насколько здесь, ну, киевлянам, жителям Киевской области нужно готовиться, ну, к каким-то неожиданностям. Какие здесь могут быть самые плохие варианты и, в принципе, хорошие варианты. Вы уж извините, что начинаю с самых плохих, просто мы уже настолько украинцы за два года, больше, чем за два года полномасштабной войны, мы уже привыкли как-то заранее готовиться к очень многим вещам, что нас иногда вручает. И в этом смысле я вот и начала с самого плохого варианта, который возможен. Ну, в первую очередь надо осознавать, что удары по киевской ГЭС это удары не столько по энергетике, сколько психологические удары. То есть, ну, это так называемое ИПСО. Почему? Ну, мы видели перед этими ударами крики, вопли там у Соловьевой, там у Скобеевой, да, что вот надо снести украинскую дамбу, киевскую ГЭС, чтобы Киев затопило, да, то есть, ну, вот они и действуют. То есть, они рассчитывают на то, чтобы началась паника, значит, люди начали уезжать с Киева, то есть, появились бы новые беженцы. То есть, вот это основная цель. Но она не может быть достигнута по одной простой причине, потому что дамбу невозможно разрушить с вне, с воздуха, да, то есть, ну, возможно, только водородной бомбой там или атомной бомбой какой-то большой стратегического значения, да. А так обычными ракетами вы ее не разрушите. Почему? Потому что эта дамба строилась, и вообще эта ГЭС строилась еще в 50-х годах, рассчитана была на атомную атаку, атомными бомбами, понимаете. Поэтому я считаю, что это чисто психологический расчет российского командования. Что-то создаст панику в Киеве, и тут, вы знаете, когда этот удар был первый раз, то начали телеграм-каналы российские раскручивать, что вот сейчас Киев пойдет на дно, вот сейчас разбили дамбу. То есть, и наши там некоторые подхватили, тоже умники. Ну, это ничем не закончилось. То есть, практически эта психологическая атака была провалена. Владимир, насколько сейчас, с вашей точки зрения, сохраняется способность украинской энергетики к регенерированию, если так можно сказать, да? Какой запас прочности? Я помню, что... То, что мы можем сказать, да? Ну, то, что может быть в публичном пространстве. Я помню, как мы с вами говорили, это было, наверное, ну, год даже назад. Вы очень интересно рассказывали о том, что по большому счету запас прочности украинской энергетики, еще там советских каких-то времен, достаточно большой. Вот на тот момент, год назад у нас было с вами это интервью. Как сейчас, насколько это сохраняется, и насколько вот сейчас по-прежнему украинская энергетика может, ну, чуть ли не как феникс из пепла, но тут феникс из пепла тоже, наверное, ограниченные возможности. Ну, вы знаете, если бы не было запаса прочности у нас сейчас с советских времен, потому что, к сожалению, за время независимости очень мало было что построено, да? Ну, ни одной тепловой станции не было построено, практически достроена только станция, одна станция, там, Ривненска, кажется, да, то есть, и все, то есть, практически больше ничего. Ну, я не имею в виду, там, маленькие электростанции, солнечные и ветровые. Но этот запас исчерпался, потому что, вы знаете, 22-й год были серьезные атаки, то есть, по сравнению с началом широкомасштабной агрессии, было уничтожено или очень серьезно повреждено, вдумайтесь в эту цифру, 70%, 70% всех существующих мощностей генерации украинской энергетики, 70%, то есть, осталось только 30%. И вот мы с этими 30% что-то как-то, надо что-то управляться для того, чтобы жить. Поэтому запасов у нас на сегодня, профицита нету, резервов нету. И мы работаем в чрезвычайных условиях, помогает нам еще импорт, и лето, солнце, когда будет зима, то есть, не будет ни солнца, ни тепла, будет холод, увеличится потребление где-то на 25-30%, и поэтому проблемы будут, возможно, достаточно серьезные. Ну, если еще, конечно, продолжатся обстрелы, скорее всего, что они продолжатся, да, то, ну, ситуация, я, например, не могу предсказать ситуацию, то есть, если я мог предсказать, когда работала команда Кудрицкого, я знал, что они будут делать, как они будут делать, и что они достаточно профессиональные, независимые и эффективно управляют деньгами, то, что будет с новой командой, ну, я не берусь говорить, потому что мне кажется, что все-таки новая команда, к которой бы она ни пришла, она будет действовать не в интересах профессионализма, не в интересах энергетической системы, а тех людей, которые туда их поставят. Насколько наши атомные электростанции способны, вот, поставлять нужно или хотя бы страховать нас по количеству, вот, электроэнергии? Ну, вы знаете, что атомная энергетика, она состоится основной, она где-то 60% генерирует всех мощностей в Украине. У нас 9 электростанций, то есть 9 блоков на 3 электростанциях, ну, Запорожская атомная станция, все знают, находится в зоне оккупации. Ну, действительно, сейчас идет ремонтная кампания, надеемся, что там еще надо один блок отремонтировать, и тогда все блоки уже, ну, я думаю, к осенне-зимнему периоду они будут работать. То есть, но Россия же, видите, она же нанесла удар. Сначала об этом никто не говорил, между прочим, я первый это в своем блоке сказал, значит, все это скрывали, что, значит, удар был, гибридный удар, по сути, был ракетный в понедельник прошлый, нанесен по атомным станциям. Ого! Да, гибридный атомный, потом это подтвердило и МАГАТЭ, и заявление МЗС нашего было в МАГАТЭ, что действительно удар был, гибридный удар по атомным станциям. Ну, не хотели, наверное, панику какую-то разводить там или еще чего-то. Ну, это не значит, что по атомным станциям непосредственно по реактору, да, потому что бессмысленно. Это как по киевской дамбе бить бесполезно. Она достаточно прочная. То есть наударили по подстанциям, которые находятся по периметру оператора системы передачи, которые находятся по периметру атомных станций. И в результате атомные станции не могли выдать мощность, которую они вырабатывают в сеть. И произошло аварийное отключение. Причем аварийное отключение очень опасное. Там 750 киловольт, да, то есть мы знаем. Линия 750 киловольт, это самая большая линия, в Европе таких даже нет. И как раз вот эти российские, вот я слышал одну их передачу, так сказать, специалисты энергетики именно и рекомендовали бить по таким станциям, потому что это приводит к чрезвычайно опасным режимам работы реактора. Очень сложно обеспечить безопасность реактора при таком режиме. И оператору приходится там просто вытворять какие-то чудеса. Ну и единственное, что спасло нас, то, что у нас было соответствующее оборудование, завезенное раньше, так сказать, установлено на такие случаи, то есть оно как бы дельфировало, значит, вот эту ситуацию как бы. И кроме того, операторы тоже специально проходили обучение на случай таких обстоятельств. Так если бы удар подобный был нанесен по российской атомной станции, то, конечно же, там произошел серьезный, я думаю, атомный инцидент. Ну тут они тоже рассчитывали на серьезный инцидент. Ну уровня там, может, если не Чернобыля, то уровня Фукусимы там или в 79-м году в Америке, там Триман-Айленд атомная станция, то есть это тоже там очень серьезная авария была. То есть поэтому, ну расчет не сработал, ну во всяком случае, но все равно ситуация была на грани. То есть поэтому они как бы по сути занимаются, продолжают упорно заниматься ядерным терроризмом. Ну, к сожалению, реакция ни МАГАТЭ, ни европейских наших партнеров, ни американских, ни китайцев недостаточно. Мне кажется, ну как это так, создавать аварийную ситуацию умышленно на атомных станциях, там возле границы Европейского Союза, эти страны, Ривненская и Минницкая, там находятся совсем недалеко. То есть и как бы реакции почти никакой. Вы вспоминали уже МАГАТЭ. Удары по атомным электростанциям, это, конечно, вообще уже за грани всего, что может быть. То есть никакой управы на Россию нет по-прежнему в этом смысле. Ну, на сегодня, да. То есть, я еще говорю, что это не прямой удар, это гибридный удар, еще более опасный, чем прямой. Понимаете? То есть гибридным ударом они достигают двух целей. Они создают опасную ситуацию ядерной аварии с одной стороны, а с другой стороны формально вроде бы как и не ударили по атомной станции. То есть вот такая хитрая очень у них стратегия. Владимир, вот знаете, русские, так слишком долго, чтобы находились в едином энергетическом пространстве с Россией, что наверняка русские очень хорошо знают очень многие вещи о нашей энергетике, как там она устроена, как она работает и так далее. Но насколько мы знаем, как работает российская энергетическая система, насколько она уязвима, насколько она защищена и насколько мы, ну, я понимаю, что это, наверное, звучит странно, но просто, если они продолжат таким образом, то наверняка Украина будет отвечать. И в этом смысле, насколько российская энергетическая система тоже уязвима, чтобы они не расслаблялись, в конце концов? Ну, она уязвима, конечно, но если брать электроэнергетическую систему, то, ну, возьмем Москву, да, сравним Москву и Киев, да, то есть, ну, то есть, московская система там не менее надежна, чем киевская. Почему-то много у них резервных линий там и разрушить ее очень-очень сложно, в принципе, да, то есть, ну, в принципе, если бы Украина, я, ну, нанесла удар такой, как зеркальный, как они нанесли по нашим атомным станциям, ну, например, там по Курской атомной станции, там реакторы РБМК и по Ленинградской РБМК, то там это же, там же случился, я думаю, как бы очень серьезная ядерная авария. То есть, ну, я не говорю, что нашим надо это делать, то есть, как бы нашей стороне все-таки, мы таким пока не занимаемся, то есть, для того, чтобы наносить такие критические удары, надо иметь соответствующую доктрину, разработать соответствующую доктрину, в которой бы было сказано, чтобы Россия четко понимала, что если они делают то-то и то-то, то в соответствии с нашей доктриной мы будем иметь соответствующее количество ракет, дронов, и мы наносим удары тут такие-то, такие-то, и экономика России как бы приходит в соответствующее, как бы, положение нефункциональное. Да, это будет очень таким серьезным сдерживающим фактором. Но мне кажется, что самое уязвимое место – это у них компрессорные станции, газокомпрессорные станции, потому что на них на 70% энергетическая система аж зависит от газа. То есть, если у нас от ядерной энергетики, то у них от газа. Газа много, то есть, у них тепловые электростанции. Если вы наносите, разрушаете там буквально 2-3 компрессорные станции, газокомпрессорные станции, которые ведут газ, по которым ведется газ из Ямала, то есть, в центральную часть России, там, кажется, компрессорная станция такая Гремячинская, потом Ухта, там еще некоторые там, некоторые станции, то, по сути, в России случается коллапс энергетический. Почему? Потому что без газа они не могут достаточно генерировать электрическую энергию. То есть, это первое. Ну, по НПЗ можно наносить, там, наносятся удары, но это очень долгая история, честно говоря. Вот так, как мы сейчас, да? Да, долгая очень история. Я давно об этом говорил, что это долгая история. Да, хорошо это, правильно, наверное, но история долгая. Почему? Потому что очень много у них этих НПЗ, они очень большие, раскиданы по всей территории, у них есть возможности замещения там нефтепродуктов. То есть, страна нефтяная, так сказать, вы знаете, что... Поэтому, для того, чтобы они почувствовали серьезно, как бы, ущерб, то есть, и который бы привел к остановке и прекращению военных действий, то надо, наверное, бить очень интенсивно в течение, там, года, да? То есть, скорее всего. А у нас, вы знаете, что мы били по ним, по ихним НПЗ весной, зимой и весной, потом раздался окрик с Белого дома, что нельзя бить по российским НПЗ, мы перестали. Сейчас вроде бы снова возобновили по нефтебазам и все, но история долгая, прямо скажем. То есть, мне кажется, что обратно же лучше бить не по НПЗ, а бить по артериям, которые связывают эти НПЗ. Разбиваете одну артерию, и тогда 5-6 НПЗ остаются без нефти. То есть, по ключевым нефтеперекачивающим станциям. Понимаете? То есть, мне кажется, что это более эффективно. То есть, поэтому, как бы, я не думаю, что в ближайшее время, даже если удары по НПЗ продолжатся, какая-то в России случится суперкатастрофа с нефтепродуктами. Да, у них сейчас сложности. Мы знаем, Сечин об этом говорит, уже кричит. Но сложности у них в основном из-за того, что нефтянку обложили настолько мощно налогами, потому что надо же войну финансировать, правильно? То есть, а нефтянка – это основное. То есть, и сейчас, как бы, даже «Сургутнефтегаз», крупнейшая компания, она работает с убытками. Да, то есть, и то же самое касается «Роснефти». Да, то есть, почему? Потому что 75% всей прибыли забирается в бюджет. И уже они там кричат криком, что они уже все не выживают, уже все у них забирают. Но это для нас, в принципе, с одной стороны, плохо, потому что деньги идут в бюджет России на войну. Но, с другой стороны, хорошо то, что это все убивает нефтяную промышленность в России. Владимир, теперь немножко о нашей газотранспортной системе, потому что тут у нас с Азербайджаном чуть ли не скандал возник по этому вопросу. Вот я говорила с азербайджанцами, они говорят, ну, Европейский Союз попросил, хотят, чтобы мы транзитировали это. Насколько вообще транзит сейчас российской нефти и газа по украинской территории, это важный вопрос. Что мы уже сказали, что не будем это делать с 1 января 2025 года, но наверняка кто-то будет. Если никто вообще не будет, то что делать с украинской ГТС? И в этом контексте, насколько она становится тоже целью для российских ударов? Вот как здесь есть, есть ли здесь привязка, нет ли здесь привязки? Все так есть с целью. Постоянно по ней бьют, по газотранспортной системе, независимо от того, идет там газ, не идет. Даже сейчас бьют? Даже сейчас? Постоянно, вот в понедельник был, во вторник, мощные удары по газотранспортной системе, по подземным хранилищам. Уже много раз били, то есть в течение этого года там более 10 атак было на газотранспортную систему. Поэтому это абсолютно никак не влияет, или есть там контракты, это все иллюзия. Ну, в чем плохо транзит? Давайте разберем, в чем хорошо и в чем плохо. В чем плохо начнем? В том, что, во-первых, мы, когда транзитируем в российскую газонефть, мы зарабатываем приблизительно в 10 раз меньше, чем Россия зарабатывает от продажи этой нефти и газа в Европу. Это один минус. И второй минус очень важный, что мы помогаем, мало того, что мы помогаем зарабатывать в России на войне, так мы же еще и помогаем тем странам, Словакии и Венгрии, в данном случае, которые на эти же деньги, которые мы им помогаем зарабатывать, потом нам ставят палки в колеса по евроинтеграции, поставкам оружия и так дальше. Понимаете? То есть вот это два очень таких момента важных, которые надо понимать. Ну и была провокация, вы знаете, недавно, что вот вроде бы там Украина остановила поставки нефти у Лукойла, что вот сейчас чуть ли там коллапс в Венгрии будет, да, то есть раскрутили это в международных СМИ. Орбан там поднял шум во всей Венгрии, что вот Украина хочет венгров заморозить. Какая плохая Украина, да, то есть как это плохо и какой Орбан защитник всех венгров. На самом деле ничего такого не было, никакой транзит нефти не прекратился, просто произошло замещение нефти Лукойла, который действительно попал под санкции. Нефтью так нефть. И вообще Украина не имеет контрактов с Лукойлом, вообще никаких. Она имеет только с транснефтью российской, а транснефть уже со всеми российскими компаниями. Поэтому вот этот вот как бы крик, да, то есть мы видим, что он абсолютно ничем не закончен. И даже расследование Еврокомиссии, когда в Венгрии обратились с Еврокомиссией, чтобы расследовали и доказали Украину. Еврокомиссия показала, что никаких проблем нету, ничего никто не останавливал, и Венгрия спокойно может получать с нескольких источников нефть. И потом они уже замолчали. То есть это была такая провокация совместная российско-венгерская, причем чтобы как-то обосновать перед Евросоюзом, что вот почему Венгрия блокирует евроинтеграцию, поставки оружия Украине. То есть поэтому раскрутили вот этот скандал из ничего. То есть а мы им помогаем, мы им помогаем зарабатывать деньги и дальше. Мне кажется, что я не против, я считаю, что надо решать вопрос со своей выгодой. Если качать нефть и газ, то надо рассчитать баланс интереса, вот сколько зарабатывает Россия, Словакия, Венгрия, как они влияют на это. И что мы будем иметь с этого? Так вот, с моей точки зрения, сегодняшняя ситуация абсолютно нам невыгодная. Но у нас есть возможность все это переиграть. Есть переиграть, почему? Потому что заканчивается контракт с Россией, с Газпромом, с Нафтогаза и Газпрома в 31 декабря этого года. Значит, пятилетний контракт. И мы должны этим фактором использовать этот фактор. То есть, хорошо, хотите получать газ Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, обращайтесь к нам, будем думать. Что значит думать? А думать это означает, что, пожалуйста, говорите России, что мы будем продолжать транзит только в том случае, если Россия нам, значит, первое, возвратит полностью под контроль нашу Запорожскую атомную станцию с прилегающими всеми районами, чтобы она нормально могла функционировать, да, как бы, ну, после соответствующих работ. И второе. Россия не наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре, обязуется не наносить, значит, как бы, перед этими европейскими странами, да, то есть, и тогда, и тогда мы можем подписывать. Это нам уже выгодно, понимаете? То есть, баланс уже тогда будет идти в наши интересы. А если просто мы сейчас возьмем, как предлагается, вот, типа азербайджанских газов, на самом деле никакой не азербайджанский, а, по сути, это будет реверс российский, да, это будет реэкспорт российского газа, реэкспорт российского газа под маркой азербайджанского, то мы ничего не выиграем, да. То есть, как проигрывали, так и будем проигрывать. И поэтому мне кажется, что вот этим механизмом надо воспользоваться. Мы могли его, могли механизмом контрактным воспользоваться еще перед войной, когда подписывали контракт до войны между НАК, «Нафтогазом» и «Газпромом», могли более жесткие условия поставить «Газпрому», и по разным параметрам, там, по Минским соглашениям, ну, и так дальше, и так дальше. То есть, были, были там возможности для этого, там, и по тарифам, и по всем, ну, к сожалению, мы не использовали. И по Донбассу могли это, как бы, условия поставить жесткие. Ну, мы не пошли на это, решили просто подписать, дать возможность «Газпрому» зарабатывать дополнительные деньги. Ну, надо же учитывать еще, что у нас же сейчас много работает в органах власти тех людей, которые перед войной кричали «вой» стоял, если вы помните, «вой», просто «вой» стоял со всех средств массовой информации и крики, то, что как хороша российская электрическая энергия, как она полезна, как это хорошо из Белоруссии, из России получать электрическую энергию, да? То есть, и вот эти люди вот сейчас, некоторые из них лоббируют интересы, чтобы мы получали, как бы, азербайджанский газ. Ну, мне это не совсем понятно. То есть, если получать, то за те выгоды, о которых я говорю, чтобы мы получили больше выгодов, чем в России. Ваш прогноз во всех этих условиях, что будет с начала 2025 года? Ну, мой прогноз, что все-таки не хватит силы духа у нашего правительства приостановить транзит нефти, да, вот по нефтепроводу дружно. Это первое. Не хватит этого. И сомневаюсь, что хватит. Пока что не видно никаких признаков того, что хватит, как бы, жесткую позицию занять относительно возвращения Запорожской атомной станции и практически наложения эмбарго, да, так своеобразного, на удары по энергетической инфраструктуре, да? То есть я не вижу пока что такой жесткой позиции с украинской страной. Две недели назад появилась информация в разных изданиях о том, что Украина должна встретиться в Катаре с Россией, украинской делегацией, с российской делегацией, чтобы согласовать прекращение обстрелов по энергетическим объектам. Затем Лемонт написала, что даже такая договоренность была достигнута, но в результате курскооперации она была нивелирована. Что из этого правда, я не знаю, наверное, никто не узнает или знает только кто-то, но мы точно, наверное, пока не знаем. Вот вы сказали, что тут без шансов договориться, насколько здесь наши западные партнеры, которые частично, некоторые из них заинтересованы в транзите газа и нефти, некоторые просто заинтересованы, чтобы в результате каких-то ядерных аварий, ядерное облучение, да, и все прочие пыли, все прочее не полетело там в Европу. То есть это же тоже все очень взаимосвязано. Вот насколько сейчас энергетика является темой номер один как безопасностная тема во всех отношениях, повторюсь, начиная от вот ядерных вот таких вот аварий и закачивая там транзитами и всеми прочими вещами. Ну я не говорил, что без шансов договориться, можно договориться только ставить жестко свои условия, тогда будет смысл вообще договариваться. А если просто как бы соглашаться на те условия невыгодные, что есть, то в этом нет смысла, да. Что касается Катара, то это было с моей точки зрения, я, между прочим, МОН тоже недавно давал интервью по общему состоянию энергетической системы. Большое интервью из ГУЛИТИ. Значит, что касается Катара, то это с моей точки зрения, это была инициатива администрации Байдена. То есть они как бы инициировали, просили Катар помочь быть посредником в этой ситуации, чтобы как бы, ну, ударов не было по энергетике взаимных России, по нашей, по ихней, да. И, ну, не было никаких переговоров, действительно, не было. Ну, это же опровергла и наша сторона. Подоляк, по-моему, там никто там сказал, что не было переговоров. Были консультации. Были просто консультации. Ну, мы все знаем, что чем заканчивается. У нас мирный саммит закончился чем? Сразу после мирного саммита, значит, мы получили удары по Ахмадьеву. Правильно? Правильно. Значит, это стиль, российский стиль, да. Как только, так сказать, какие-то переговоры мирные, то есть они вот так вот понимают, да. Как только, значит, начались консультации в Катаре относительно того, чтобы не наносить взаимные удары по энергетике. Что произошло? Удар в прошлый понедельник по атомным станциям. Гибридный удар по атомным станциям. Вот это вот стиль России, да. То есть, как бы, то есть они считают, вы начинаете переговоры, значит, вы слабые, значит, надо вас еще больше ударить, додавить, и тогда можно больше с вас взять. То есть, это логика КГБ. Типичная логика, которую абсолютно не понять на Западе никому. Обычному человеку это тоже не понять. Это типичная логика КГБ. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня – это насколько наши западные партнеры сохраняют какую-то возможность в рамках уже существующих мировых структур, таких как МАГАТЭ, хотя у меня к нему очень много вопросов, даже несмотря на то, что я не являюсь энергетическим экспертом, да, и в рамках других структур вообще каким-то образом повлиять на Россию. Вот почему я об этом спрашиваю? Ведь была информация, и вы говорили об этом тоже, что Россия ведь строит много атомных электростанций по всему миру, и она должна получать какие-то разрешения. Эти разрешения выдаются, там, не знаю, МАГАТЭ, кто еще там выдаёт. Почему нельзя использовать эти механизмы, чтобы прекратить удары по энергетике и все прочее, опасные удары по энергетике? Ну, почему? Потому что та же Америка, она очень зависима от российских поставок обогащённого урана. Ну, например... Даже сейчас? Даже сейчас. Вот сейчас, буквально в этом году, и в прошлом году поставки урана, обогащённого в Соединённые Штаты, около полутора миллиардов долларов они покупают. То есть где-то на 25%, ну, до 30% зависят от поставок урана с Россией. Вот и ответ, понимаете? То есть, кроме того, и многие другие страны зависят, в том числе европейские страны зависят от поставки обогащённого урана с Россией. Поэтому они так, как бы, пытаются не очень трогать Россию. А касается МАГАТЭ очень просто. В МАГАТЭ более 100 человек — это россияне. Более 100 человек. 30% всего персонала МАГАТЭ — это россияне. Притом первый заместитель пана Гросси, который реально руководит. Пан Гросси в основном разъезжает и стратегией руководит. А реально всем руководит россиянин. Чудаков, кажется, его фамилия. Первый заместитель пана Гросси. Ну, вы понимаете, что значит МАГАТЭ, как эта организация может поддерживать Украину, если более 100 человек во главе с первым заместителем этой организации управляют МАГАТЭ. То есть тут сложно на что-то рассчитывать. Ну, Гросси делает, он пытается маневрировать, как может, да, то есть между всеми, между Китаем, Россией, США, там, значит, Европейским Союзом. Ну, пока что эти маневры его ни к чему не приводят. То есть как Россия оккупировала Запорожскую эту станцию, как делает провокации, так и продолжает делать. А сейчас еще добавились еще гибридные обстрелы атомных станций в Украине. То есть поэтому мы видим, ну, в принципе, достаточно малоэффективную работу. Ну, мне, честно говоря, пана Гросси тоже, ну, как бы, ему не позавидуешь, как бы иметь такой персонал, да, то есть который он имеет. Ну, в любом случае мог бы он действовать и более конкретно, решительно. Ну, не слышал я от него ни разу, чтобы он сказал, давайте, россияне, уходите из Запорожской атомной станции, потому что это нарушает все принципы безопасности. Вы нарушали, не слышали. Или не бейте по украинской энергетике. Это может спровоцировать ядерную, так сказать, аварию в Европе. Сказал он? Зато они очень быстро поехали на Курску. А я тут объясню очень просто. То есть они планировали, что в понедельник, 26 числа, значит, будет серьезная организована авария гибридным ударом по атомной станции в Украине, да. И для того, чтобы информационно перебить это, они пригласили заранее пана Гросси, показали ему где-то, значит, взятый обломок украинского БПЛА и привезенный на Курскую станцию, чтобы... И они пустили как раз в этот день колоссальную во весь мир информацию, в том числе дезинформацию, то есть и в России, что вот Россия и Украина атакуют беспилотникам. Господин Гросси приехал, смотрел, подтвердил, хотя он особенно ничего не подтверждал, да. И они хотели этим информационно, думали, что тут в Украине произойдет взрыв, они спровоцируют большую аварию, да, очень на это надеялись. И вот сейчас думали, вот приедет Гросси, и вот они обвинят Украину вот этим беспилотником липовым и подключат Гросси и перебьют информационно вот эту вот катастрофу, которую они планировали создать на украинских атомных станциях 26 августа этого года. Вот в чем секрет. То есть все было подготовлено. Они при том, смотрите, они 22 числа этот беспилотник где-то взяли, привезли, показали корреспондентам там, значит, потом они организовали приезд к Гросси, да. Перед этим был удар по украинским атомным станциям, гибридный удар, да, то есть как бы, и потом развернулась колоссальная информационная дезинформация, да, против Украины. Вроде бы Украина атакует. И видите, то есть это была очень подготовленная спецоперация, информационная и ракетная по нашим электростанциям, и приезд к Гросси. То есть они все это было по всем позициям, очень хорошо все спланировано. Что еще раз подтверждает, что они хотели создать аварийную ситуацию на атомной станции в Украине. Кроме того, хотели создать панику на Киевской ГЭС, хотели вообще потушить Украину 26-27 августа. И поэтому, но у них с этого ничего не вышло. Поэтому я считаю, что тут немалая заслуга и менеджмента Украины, которая уже сработала, мне кажется, на отлично в данной ситуации. Владимир, спасибо огромное. Спасибо, что нашли время поговорить сегодня с нами. Спасибо. Спасибо вам, Людмила. Всего доброго. До свидания. Владимир Амельченко был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патрео. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...